Здравствуйте, волонтеры. Так, смотрите, у нас по заказу вышло 2 846 30 копеек. Расплачиваться за лекарства в подъезде собственного дома Елене Горбуновой приходится впервые. Ситуация вынудила. 60-летняя пенсионерка не выходит на улицу две недели, соблюдает режим самоизоляции. А буквально на днях закончились жизненно необходимые препараты, поэтому и позвонила на горячую линию 112. Все доставили, передали, соблюдая полутораметровую дистанцию, не забыв защититься перчатками и масками. У меня тахикардия и сахарный диабет. У меня закончились препараты. Ну, закончились и все. Я сама боюсь выходить, честно говоря, потому что у меня иммунитет слабый очень. Да и вообще в группе риска. И очень прям низкий поклон. Девчонки молодцы, умницы. Все. Не нашли в одной аптеке, нашли в другой. И позвонили, и сказали, Лена Федоровна, мы нашли вам. Входить в аптеки и продуктовые магазины для того, чтобы купить крупы, хлеб, мясо, картофель, в общем, товары первой необходимости волонтерам приходится ежедневно. Отрабатывают в среднем по 20 заявок в день. Покупают все на деньги, которые выделяет Общероссийский народный фронт. Помощь в размере 150 тысяч рублей оказала и предпринимательница из Китая. Волонтеры штаба передают нам заявку, и мы уже выезжаем. То есть деньги выдаются нам также в штабе. Это есть какие-то оборотные средства, которые именно выделены на эту акцию, которые предоставляются. То есть мы на эти деньги приобретаем продукты, лекарства. Затем заявитель, пожилые бабушки, дедушки расплачиваются с нами, когда мы осуществляем доставку. И потом эти же деньги мы приносим назад в штаб. За три недели, что продолжается акция взаимопомощи «Мы вместе» удалось выполнить больше 100 заявок пенсионеров. Это заслуга 150 добровольцев. Волонтеры работают ежедневно, включая субботы и воскресенья, выходные дни, с 9 до 6 вечера. Ну, соответственно, заявки принимаются, а дальше они еще и позже вечером отрабатываются. В том числе у нас есть и волонтеры-водители, которые оказывают помощь именно транспортными средствами. Это 6 волонтеров. Мы еще приглашаем жителей. Нам именно транспортная помощь очень нужна. Для того, чтобы вступить в число волонтеров, помогающих пенсионерам, достаточно позвонить по номеру, указанному на экране. Кристина Слепцова, Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». Продолжение следует...